Вот такую вот убогость ставят в самом центре города. Это вообще уже за грани его. У Алексея Шипунова накипело. Барнаулец говорит, устал жить среди надгробных плит. Так он называет новые памятники в городе. Стелла в честь Алексея Скурлатова. На плите изображен памятник Алёше, оригинал которого находится в Болгарии. По логике, скоро в Барнауле должна появиться новая плита, на которой будет изображена другая плита, а на ней будет изображен памятник. Все памятники, которые восстанавливаются в последнее время, они, извините, ничем не отличаются от обычных могильных плит. Такое ощущение, что у нас в городе памятниками люди занимаются, находящиеся глубоко в депрессии. Но это же не значит, что все жители города теперь должны жить тоже в депрессии. Барнаулец не против самой идеи мемориалов, посвященных героям войны. Никто не спорит, что это важно и нужно. Есть вопросы к исполнению. Это уже называют творчеством секретаря. 84 воина-десантника распечатали на принтере, повтыкали в землю, и вот уже аллея становится похожа на кладбище. Как будто парней похоронили второй раз. Аллею героев на Георгии Исакова открыли прошлой осенью. Приезжал даже губернатор. Барнаулец были в недоумении. Рядом игровая площадка, по аллее гуляют с детьми. Место, ну, как бы не особо располагает к скорби и грусти. Неужели нельзя было более изящно увековечить память погибших бойцов? Понятно же, что со временем фотографии выцветут. И есть большие сомнения, что это кого-то будет волновать. Конечно, чиновники приедут и прохайпятся на всем этом. Потому что с минимальными затратами ничего не сносится. Стелла никакая здесь не будет установлена. Скульптор, архитектор, как я не знаю, не будет приглашен. Все очень просто. Все получат бонус и галочку получат. Если человек патриот, он, извините, просто бумажку на улице бросать не будет. Вот это патриотизм. А если у людей какое-то маниакальное, фанатичное, там, уход в депрессию, это проблема с психикой, это не патриотизм. Кстати, в этом году Алтайский край взял серебро в рейтинге регионов с психическими заболеваниями. Правда, психологи говорят, что архитектура здесь ни при чем. Если ты смотришь на мир позитивно, если ты во всем видишь какой-то интерес и что-то привлекательное, то тебе понравятся и памятники, ты в этом найдешь какой-то плюс. Если же у тебя негативное мышление, то ты в любом, не знаю, там, ярком цветке найдешь минусы и будешь говорить о том, что это некрасиво. Но если мыслить не только позитивно, но и здраво, то городу необходим совет, в который входили бы художники, скульпторы. Возможно, тогда будущие памятники обсуждались бы не только в кабинетах, но и с общественностью, которая потом жить среди этих объектов. В советское время подобная практика велась. Помимо главного архитектора был главный художник в городе, который действительно отвечал за появление, за создание таких объектов в городе. По крайней мере, городская скульптура была на высоком, хорошем уровне. Если бы мы делали действительно искренне, хотели бы на долгие годы увековечить память, совершенно другой должен был быть подход. И администрация должна была, конечно, контролировать и планку ставить выше, и спрашивать с исполнителей. А пока всех все, видимо, устраивает. Больше памятников, больше псевдопатриотизма. Однако чиновникам пора понять, что на любом кладбище рано или поздно заканчиваются места. И наступает момент, когда пора остановиться. Ирина Корчегина, Илья Халяпин, Александр Антропов. День с толком.